Женщина, которая поет Ирину Оськину, знает практически весь Саров. Постоянная участница городских концертов, руководитель вокального коллектива Центра культуры и досуга в НИЭФ. Педагог детской школы искусств номер два, которая выпустила не одно поколение талантливых детей. Этим летом Ирина Зидулаевна взяла новую ступеньку в музыкальной карьере. Прошла кастинг нашего первого канала «Голос 60+.» Несколько лет тому назад я маме по ее просьбе сказала, она мне сказала, что, дочка, я бы хотела тебя там видеть. Я ответила, мам, я постараюсь там быть, но, к сожалению, она умерла. И вот данные слова мной, вот эти несколько лет они во мне сидели. После смерти мамы я долго, определенное время болела, восстанавливалась. Но сейчас вот нашла в себе такую возможность попробовать свои силы. Кастинг на шоу длился два дня. За это время его прошли 160 участников из разных городов России. Как рассказала Ирина Зидулаевна, в ее группе самой старшей претендентки было 86 лет. На кастинге нашей соотечественнице пришлось выступить перед жюри два раза. Первый раз не было генерального продюсера. Результат она ждала несколько часов. И вот вечером раздался звонок. Пригласили на следующий этап – слепые прослушивания. После того, как я написала в ВК обращение к Сарову, к жителям Сарова, я увидела огромное количество лайков и комментариев от наших саровских зрителей, людей, жителей, чему я очень благодарна. Стала ловить себя на том, что я должна как-то собраться и побороться. Все это время Ирина Зидулаевна чувствовала огромную поддержку своих родных и близких коллег и учеников. Большой помощью ей оказали программы «Территория культуры», «Росатома», «Центр культуры» и «Досуга в НЕВ» и «Департамент культуры». Этот кастинг был первым в жизни саровчанки. Но, как она признается, волнение, которое она на нем испытывала, не сравнится с волнением за своих учеников на конкурсах. Я все-таки преподаватель, и по профессии своей сейчас данной много лет я преподаватель, а не певица-исполнитель. Хотя в дипломе я проставлена камерная певица и преподаватель. Но большую часть я отдаю детям свои знания. И у меня много уже учеников, которые продолжили мою деятельность, мою профессию, чему я очень безмерно рада. И нашла себя в профессии, в своих учениках, которые меня поддерживают, которые подтверждают мою школу вокальную, что она имеет право на существование. Сейчас Ирина Оськина готовится к слепым прослушиваниям, которые пройдут в Москве в августе. Наша редакция желает Ирине Зедулаевне удачи и дальнейших успехов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.